Приветствую вас, Элли, у меня возникло, честно говоря, такое ощущение, такое впечатление, знаете, что вот как будто бы вы задаете вопрос свой, ну вот свой вопрос, как будто вы задаете немножко для другого. Вот у меня такое ощущение возникло, что вы задаете свой вопрос для чего-то другого, понимаете, вот у меня возникло такое ощущение, что вы задаете вопрос, ну, не для, не для вот того, о чем спрашиваете. И мне довольно-таки сложно увидеть сейчас, почему я так воспринял то, что вы написали, но мне бы хотелось, чтобы вы к этому прислушались, потому что это важно. Я склонен себе доверять. Значит, смотрите, вы пишете, как пристать завидовать тем, кто в семье, как девушка и женщина, не вешал лишнюю ответственность? Никак, потому что вы имеете полное право завидовать, это нормально, то, что вы завидуете. И мне не кажется, что завидовать, например, например, вы не должны. Мне кажется, что это нормально, что вы завидуете. Вот, это нормально, что вы хотите, ну, хотите меньше ответственности. Это нормально, что вы хотите, что вы стали, ну, словно там, как говорилось, подоставать от ответственности своей. Вот, это нормально. Другой вопрос, а как с этим вы обойдетесь? То есть, если вы будете, например, следовать сумочью, потому что возникло сейчас. Например, если вы будете позволять себе вот эту, то, что вы подустали от ответственности, а если вы будете позволять себе это выражать, например, то, как вы понимаете, ситуация пойдет на лад у вас, вот, и все начнет выправляться. Но, обратите внимание на важный такой момент. Вы говорите, что от ответственности устали, но, тем не менее, хотите создать семью, тем не менее. Несмотря на то, что вроде как вы устали от ответственности, по вашим же словам. Вот это, мне кажется, в какой-то степени интересный момент, потому что вам сейчас оказаться в семье, не имея фактической возможности говорить, говорить, нет, людям не имея фактической возможности выстраивать свои личные границы. Вам сейчас оказаться в семье, значит, снова себя подавить и не вернуть в себя в ад. Поэтому я бы хотел обратить ваше внимание, конечно, на то, с каким желанием связана ваша такая вот потребность, да, создать семью. Мне кажется, это важный момент, вот, потому что совершенно очевидно, что человека как такового здесь вы не видите. Человека как такового здесь вы не отличаете, вот, и совершенно очевидно, что здесь для вас больше важно то, чего хочется вам самой. И это неплохо, поймите правильно. То, что вам хочется самой, это неплохо. Но обязательно ли для этого выходить замуж, вот в чем вопрос. Понимаете? Если вы думаете, что замуж, ну точнее, выйдя замуж, вы решите таким образом вопрос своей женственности и докажете всему миру, что вы женщина, то нет, я должен вас разочаровать. Вы не сможете этого сделать. Потому что от того, что вы выйдете замуж, больше женщины вы не станете. От того, что вы выйдете, от того, что вы выйдете замуж, понимаете? От того, что женщины, ну, более женскому, словно говоря, поведению, да, можно и нужно учиться. Вот. Если вы этого хотите, конечно. Учиться, чувствовать себя, учиться, слышать себя, учиться, замечать в себе какие-то моменты вот это, то, что нужно делать. И замуж здесь совершенно ни при чем. Вот. Вполне вероятно, что ваше желание замуж за замуж за сейчас продиктовано тем, что вам хочется скинуть ответственность с себя вот эту вот. Такую надоевшую, обосылившую вам ответственность. Вот. Ну, опять же, повторюсь, что замужество не может выступать средством. Замужество не может быть средством для решения человеком своих проблем. Потому что в семье, будучи замужем, вам нужно будет находиться с кем-то, вам нужно быть с человеком в отношениях. Понимаете, да? А вы сейчас, не имея навыка определения себя и отделения себя вот другого, вы будете паниковать от любых попыток там в отношениях для вас что-то делать. Потому что я так думаю, что вы хаотично привыкли все контролировать. Вот. Я могу ошибаться, конечно, но мне кажется, что привыкли. Хаотично вы все контролирует. Вот. И если мужчина вот он вам, ну, даст, эм, вот, возможность, э-э, как бы, побыть слабой, да, сейчас, мне кажется, что вы просто э-э, испугаетесь подобного. И, либо будете доминировать, да, то есть, вот, как вы это, в принципе, делаете, вот, либо, соответственно, будете, э-э, убегать. То есть, здесь, э-э, в принципе, вариантов других нет, пока, пока что. Вот. Поэтому, вместо, э-э, того, чтобы, э-э, изучать вопрос диктатор, вы, помещает ли вам что-либо выйти на машине, нет, я предлагаю вам начать разбираться. Разбираться в э-э, вас само, для того, чтобы лучше понять, какая же я. Что же я чувствую, какая я женщина, женщина, например, и в этом контексте, контексте того, какая вы женщина, вот, уже исходит. Э-э, мне кажется, это очень хороший вариант для того, чтобы и вас не обоценивать, э-э, понапрасну, да, чтобы вы себя чувствовали хорошо, чтобы вы себя ощущали хорошо, э-э, ну, вот, в определенной такой степени, да, гармонию, чтобы вы, э-э, чувствовали, что вы раскрываетесь, чтобы вы ощущали, э-э, что вы, э-э, ну, как бы, э-э, что вы двигаетесь туда, куда нужно вам, да, двигаться. Вот, куда вам хочется двигаться, условно говоря, вот, и это, собственно, то, как мне кажется, в какую сторону вам нужно двигаться, вот, с точки, э-э, ну, вот, с точки зрения психологии. Вот, вот, э-э, вот, то, что я могу вам сказать, э-э, то, что я могу вам ответить сейчас, вот, с такой вот позиции, как, ну, вот, э-э, вы, условно говоря, озвучили, да? Я не знаю, э-э, насколько вам, условно говоря, это приходит или нет, я не знаю, насколько это вам близко, близко ли вам это или нет, но, надеюсь, что, э-э-э, вот, заинтересовать вас, э-э-э, как раз, такие, э-э, вот, эти, свои, э-э, базисы, и свои, свои подходы у меня, как минимум, получил, получил 1000, но, э-э, надеюсь, я очень надеюсь, что, э-э, смог хотя бы немножко это сделать. Сейчас вы, э-э, паникует, сейчас вы переживаете, сейчас вы тревожитесь, и, я вас понимаю, но, э-э, важный момент заключается в том, что, э-э, вы переживаете из-за того, что ваше желание не сбудется, вы переживаете из-за того, что, ваше потребность не реали, не реализуется, понимаете, какая, какая штука, э-э-э, и, э-э, это нормально, понимаете, э-э, момент, момент здесь в том, чтобы дать этому, э-э, волу, момент в том, чтобы дать этому, э-э, волу, э-э, ресурс, чтобы их позволить себе переживать и проживать, вот, я думаю, примерно, так можно вам ответить. Теперь, что касается вопросов, э-э, так, я, момент, так, э-э, мне кажется, э-э, так, э-э, поможет ли мне это создать семью, э-э, э-э, смотря с кем, если вы выберете человека, который, э-э, будет с вами сочетаться с вами, в той или иной степени, э-э, поможет, конечно, э-э, если вы не будете выбирать человека, который, э-э, будет с вами сочетаться, э-э, нет, не поможет. Условно говоря, если вы выберете, э-э, партнера, мужчину, который, э-э, ну, скажем так, привык доминировать, да, вот, то вряд ли, э-э, ваш союз с ним будет гармоничным, потому что, э-э, вы будете конкурировать друг другу. Ну, я думаю, это понятно, э-э, так, вот, поэтому, тут, как бы, э-э, это я говорю, чтобы убедить вас, э-э, поэтому. Меня, если честно, э-э, смущает, вот, сам, э-э, факт того, что вы говорите, поможет ли мне это создать семью, вот, знаете, э-э, семья, это не та структура, которая создается вот так, как вы описываете. Мне кажется, что семья, это, все-таки, все-таки та структура, которая создается более, э-э, ну, более спонтанно, что ли, понимаете? Более, э-э, более, э-э, естественно, не так, что, вот, я, э-э, помогу, да, или, там, мне помогут, я, э-э, создам. Вот, мне кажется, что это не лучшая позиция, куда вы можете двигаться, но, э-э, вот это, то, как мне кажется, э-э-э, если бы вы, да, если бы, э-э, спросил меня, вы, вы меня не спрашиваете, э-э, вы спрашиваете, просто, э-э, значит, э-э, психологов, вот, поэтому я думаю, что, ну, я бы так, я бы так ответил вам. Вот, я бы, вот, такую бы, ну, с такой позиции вам бы ответил. Вот, э-э, дальше. Дальше идем. Так, э-э, мне кажется, я начала предназначать ответственность, если я морально взрослый, что если я морально взрослый, я... А что такое мораль, Элья? Ммм, на мой взгляд, э-э, морализатор бы и что-то еще, но, всегда легко, честно, по отношению к вам, что вы вкладываете в моральную, моральную взрослость. Почему так, в раннего детства чувствуете на себя ответственность, потому, что вы не привыкли говорить людям, нет, э-э, которые вам эту ответственность, всесловно говоря, о-о-о, в меня, ну, ну, меняют, да, пытаются менять, потому вы и чувствуете эту самую ответственность. Вот, э-э, вот, э-э, то, что я могу вам, наверное, сказать. Э-э, другой вопрос, э-э, что для нас, э-э, с вами, э-э, не так важно, не так важно, почему, сколь важно, э-э, как. То есть, как, я оказываюсь в этой, в этой ответственности, какими, э-э, действиями, судьбами, решениями, я оказываюсь в этой позиции, позиции, вот, ну, такой ответственности, э-э, чрезмерной, да. Вот, мне кажется, это очень важный момент для того, чтобы вам в себе, условно говоря, разобраться. Мне кажется, это очень важный момент. Если вы хотите, конечно, если вы хотите, конечно, себе разобрать, если вы хотите, конечно, э-э, ну, или впечатлить меня, откуда это может знать психолог, э-э, скорее всего, все вместе. Такое ли, избавиться от качества опекуна, как бабуля, или это навсегда? Нет, это не навсегда. Ну, избавляться от этого полностью, мне кажется, негуманно, негуманно по отношению к вам. Мне кажется, что, э-э, не избавляться нужно. Вот, э-э, исследовать. Вот. Понимаете? Какая штука? Исследовать разбираться, разбираться. Э-э, например, с этим мне выйти в замысл или я уже не выйду. Я думаю, это больше вопрос к эзотерикам не считать. Так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. И обращайтесь, вам нужна помощь и психотерапия.